всех приветствую это шамшурин это очередное видео из серии этого так называемого марафона когда я каждый день отвечаю на ваши вопросы здесь напоминаю кстати прежде чем я начну что вопросы ты можешь задать в инстаграме который находится здесь ссылка под видео подписывайся на меня и мне в личку кидай вопрос в группе в каком-то чате например закрытый чат для мужчин в котором все участники там тех кто покупал мне какие-то курсы моим ребятам с практики те кто в чате практики вконтакте можете в личку написать либо здесь в комментариях под этим видео пишите вопросы напоминаю хотелось бы нормальные адекватные серии относящиеся к какой-либо конкретной ситуации если это еще и не про знакомство про отношения про свидание что-то в этом духе то это вообще супер вот и напоминаю что я на эти вопросы отвечаю каждый день я решил в ю тубе 10-15 дней подряд по отвечать вам на вопросы здесь здесь есть возможность сделать это развернуто и в общем такой вопрос володя если человек не в состоянии воспринимать конструктивную критику сможет ли он измениться и начать менять свою жизнь вот такой вопрос значит на мой взгляд значит сначала нужно понять конструктивная эта критика или нет потому что люди любят критиковать то есть когда здесь комментариях пишут что шамшурин пидорас как бы эта критика не конструктивная если вернуться к определению что такое вообще критика и критика конструктивная в частности то скорее всего это указание человеку на какие-то недостатки либо неправильные действия в чем-либо с обоснованием этого почему именно ты считаешь что это неправильно да то есть не просто там шамшурин пидорас почему да вот и самое важное значит еще раз указание человеку на какие-то неправильные действия с обоснованием этого ключевое и еще ключевое с указанием о том как было бы правильно на ваш взгляд вот это наверное понимание критика все остальное это просто какое-то не знаю либо сливание негатива либо попытки влезть в чужую жизнь это что касается критики вот второй вопрос значит второй момент может ли он измениться начать менять свою жизнь пожалуй нет то есть скорее всего этому человеку будет сложно если вы понимаете что у вас есть какой-то там друг такой или вы вообще сами про себя то с этим что-то нужно сделать с собой еще если можно сделать с другим человеком вы вряд ли что-то сделаете может ли он измениться и начать менять свою жизнь для того чтобы поменять свою жизнь нужно как минимум вылезти из какой-то своей привычной скорлупы из своего привычного мышления в первую очередь мышление потому что когда у вас поменяется мышление или начнет меняться тогда будут происходить принципиальные вы будете совершать принципиально новые действия в сторону каких-то других результатов которые вы хотите вот поэтому тут как минимум не должно быть короны у человека и и надо снимать выбрасывать и допустим я в свое время постоянно учился у каких-то людей у каких только мог которые мне в чем-то были интересны в какой-то сфере то есть я прям с удовольствием говорил ребята я хочу к вам либо на обучение либо на тренинг либо просто попить с вами чаем можно ли как бы от вас получить какие-то советы и прочее это важно если человек этого делать не хочет то как бы вряд ли тут еще момент о ком идет речь если ты говоришь о каком-то своем допустим друге ну твое дело донести до него да твое дело чтобы эта критика была конструктивной и если он этого не слышит или не понимает тут надо принять то что человек имеет на это право там общаться с тобой или нет это другой вопрос бывает такое да что ты общаешься с какими-то друзьями сам начинаешь резкими скачками развиваться потому что тебе все это надоело у тебя был какой-то катализатор ну например ты прошел мой тренинг или ты прочитал какую-то книгу или ты с кем-то пообщался куда-то съездил тебя перещелкнутый бля я так больше не хочу вот и ты начинаешь развиваться если стоп у тебя есть какой-то близкий человек которого ты хочешь тоже оттуда вытянуть в эту новую реальность которая тебе больше нравится больше для тебя привлекательно если он не идет туда надо понять что это его выбор надо конечно сделать несколько попыток и в какой-то момент просто оттуда отстать такое к сожалению бывает что когда-то друзья начинают развиваться а другой нет они расходятся потому что друзей в моем понимании как раз и объединяет одинаковый взгляд на жизнь одинаковый взгляд на мир одинаковые какие-то ценности мировоззрения и соответственно там очень похожие стремление если у вас где-то что-то здесь сильно не совпадает вам просто в какой-то момент наверное будет этим человеком просто не по пути и не интересно если мы говорим о женщине тут примерно то же самое если это там женщина еще не стала твоей как бы вы еще не в отношениях то наверное да нужно сделать попытки но женщина немножко по-другому потому что тут надо понимать что мужчина все равно более развита в плане развития и чего-то чем женщина и не надо предъявлять каких-то больших требований смотря за для чего тебе эта женщина если женщина для семьи то совершенно не значит что она должна также на том же уровне развития быть у нее своя какая-то стезя у тебя своя вот и все вы друг друга в чем-то дополняете женщина она может научить мужчину любить о чем я чтобы было понять не да когда ты идешь по улице весь своих мыслях загруженный так реклама работа деньги что надо сделать так помочь родителям какие-то дела она идет такого смотри какое дерево там красивая или какие цветочки из морякая собачка прикольная это вот как раз про любовь и такой так чё а да и правда блин круто она тебя как бы выдергивает из вот этого своего процесса какого-то игры смотри какой красивый мир это есть любовь и такой блин даты женщина она появляется в твоей жизни отчасти и в том числе для того чтобы на мой взгляд чтобы научить тебя любить это такая история короче отдельная вот а если твоя женщина не хочется развиваться еще раз если она уже твоя еще раз надо пересмотреть что ты имеешь ввиду под этим развитием потому что это не может быть и на одном уровне не должно быть и зачем тебе это но если там что-то идет не так то опять же это ее выбор и если ты человеку это все показал а он не хочет еще раз выбор человека меняться или нет и только твой выбор находиться рядом с этим человеком или нет то есть каждый человек совершает выбор каждый день как-то так вот по сути начиналось с какого-то развития закончилась темой выбора всех жду ребятушки с 26 по 29 на практике в москве это тренинг личностного роста где женщин мы используем как инструмент как бы это не звучало цинично у нас к ним обязательно очень хорошие отношения то есть мы всех любим как говорится и женщин и мужчин мы хотим чтобы все соединялись были счастливы потому что как правило мешает быть счастливыми у женщин свои тараканы мужчине свои тараканы и эти тараканы надо повыгонять из башки и тогда все будет круто ссылка на практику здесь внизу и также вопросы ты можешь записать напомню здесь внизу есть мой инстаграм либо прямо в комментариях пиши я с удовольствием отвечу интересные вопросы буду рад осветить свое мнение опять же которое далеко не является истиной в последней инстанции просто для кого-то может быть она интересна и и и